Всем привет! В этом видео я покажу, как я готовлю горшочки, курицу и гречку. Это такой способ разнообразить ужин. Здесь у меня, я порезала уже, у меня было два больших окорочка. Я порезала их на бедрышки и на голени. Добавила сейчас сюда мелко порезанный лук. Хочу добавить также приправу курицы. И соль. Также я еще добавляю перец черный. Мне как-то вот так вкуснее кажется. Так-то вот в этой приправе уже все есть. И мне, и мне уже нравится, когда чуть-чуть поперченей. Итак, сейчас мы перемешаем нашу курочку вместе со специями. И оставим минут на 15, чтобы все ароматы вот эти все впитались. И потом будем ее обжаривать. 15 минут прошло. Наша курочка замариновалась уже в специях. Сейчас мы на сковородке без масла будем обжаривать ее в течение 10 минут в общей сложности. Вместе с луком. Вот все, все вот, что здесь было в маринаде. Мы обжарили курицу до не сильной такой золотистой корочки. То есть не пересушили. Она вот стала только нежнее. Отправляем сейчас на дно все кусочки курицы, лук. И сверху выложим сейчас гречку. Так, сейчас я сложу и вернусь. Вот я выложила сюда весь лук. Обжариваем мы все без масла. Потому что, как видите, столько масла сама еще курица выдает. Поэтому лучше, чтобы было не так жирно. Итак, сейчас здесь у нас лук и курица. Я промыла уже гречку. У меня она была готовая. Ну, не готовая, в смысле я подготовила. Выкладываем гречку. И еще нужно посолить. Потому что я солила только курицу. А гречки у нас много. Она очень много забирает соли. Ну, вообще, конечно, полезно кушать совсем без соли. Но мы не придерживаемся строгого, правильного питания. Итак, заливаем все водой. У меня здесь пол-литра. Я думаю, наверное, еще 100 грамм нам надо добавить. Если у вас маленькие порционные горшочки, вам, конечно, немножко проще. Вы просто на один пальчик нужно налить воды больше, чем есть гречки. Так, ну все. Я залила гречку водой. Сейчас уберу здесь все. Теперь мы закрываем крышкой и ставим в холодную духовку. Это прям очень важно, что нужно в холодную духовку ставить. Керамические такие вот горшки. Я ставлю на 170 градусов примерно на час-полтора. Ну, полтора это, конечно, много, потому что курица у нас. Если бы было какое-то другое мясо, то полтора было бы самый раз. Поэтому здесь, в принципе, часа хватит. Вот, потом скоро вернусь, покажу, как получилось. Целый час прошел. Наша гречка с курицей готова. Вот пар какой идет. Ой, гречка здесь получается очень хорошая, рассыпчатая. Вот. Если подержите подольше, то, конечно, она будет более разваристая. Я не очень люблю прям, чтобы сильно она разваристая была. Но вот так в самый раз. Вот у нас получилась курица. Отдала весь свой сок, весь вот этот бульон. И вот этим всем бульоном пропиталась гречка. Очень ароматно. Вкусно. И легко готовить. Я такие блюда люблю, потому что сложила все быстренько в горшочек. Поставила в духовку. И как-то и свободно. Это такая мультиварка. Вот. Поэтому я буду рада, если вам понравился мой рецепт. Если вам оказалось это видео полезным. Приятного аппетита. Спасибо за внимание. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...